Продолжение следует... В секретном деле, возбужденном по факту гибели туристской группы под руководством Игоря Дятлова, хранящемся где-то на полках Центрального архива КГБ, ныне ФСБ, в городе Москва, на улице Большая Лубянка, дом 2, либо в архиве Генеральной прокуратуры. В томах данного дела хранится вся достоверная информация о происшествии в районе обнаружения погибшей группы Дятлова с настоящими причинами гибели и установленными виновниками происшествия. Откуда взялась информация о настоящем секретном деле? Как говорится, дыма без огня не бывает. Конечно, не бывает. В рождении данного мифа есть и огонь, и дым, пот и слезы, немалые суммы денег, взлеты, падения и прочие огорчения. Вся версионная масса, насчитывающая на сегодняшний день по чьим-то подсчетам, более 100 версий, тупикова, вызывает у зрителей, читателей, покупателей много неудобных вопросов. Особенно это касается техногенных направлений. В какой-то момент некто умный, возможно, группа умных людей, загнанных в угол, придумали и бросили в информационное пространство миф о «настоящем» деле, хранящемся где-то там, на полках какого-то архива. Создав тем самым надежный щит от неудобных вопросов не только для себя, но и огромного количества людей, выдающих сегодня в информационное пространство откровенный конспирологический и техногенный бред. Эти исследователи, в кавычках, увидев документальный фильм, приложив к полученной из фильма информации свои скудные фантазии и химические формулы, выдают подобное, как полноценные версии. Получая в ответ обоснованную критику и неудобные вопросы, после ссылаются на настоящее в кавычках дело, хранящееся в глубоких архивных подземельях. Дескать, все подтверждения находятся в том деле. Они засекречены. Кто же их покажет нам? Придумано хитро. Какое удобное секретное дело, существующее только в оправдательных речах, отмывающих бездоказательные тезисы, выданные за версии. Приложив к техногенному бреду гриф секретности, можно выдавать его за истину, пока не будет доказано другое. Что нужно было сделать для того, чтобы во головах людей, интересующихся темой группы Дятлова, закрепилась мысль о том, что существует настоящее в кавычках дело «секретное». Нужно было, чтобы большой юрист, человек с опытом работы в советских органах МВД, юстиции и так далее, известный своим лицом медийно, заявил публично о том, что оригинальное дело о гибели группы Дятлова – это не дело. Это какой-то черновик, собирательная папка, на которой нет даже номера, и вообще это не дело, а полная чушь. То есть сделать достоверную, оригинальную информацию недостоверной. Опустить достоверную информацию в глазах заинтересованного общества, тем самым продвинув и закрепив тезис о существовании настоящего в кавычках дела. Я сразу понял, что Ларчик просто открывался по этому делу. И все те версии, которые озвучивает, это даже не версии, 80 версий. Вы представляете, я закончил высшее следственное школу МВД СССР, работал в Главном управлении уголовно-росскому МВД СССР и России, и раскрывал аналогичные убийства и всякие катастрофы, которые происходили в Советском Союзе. И никогда столько версий, там 8-70 не было. Это нереально. Следователь расследует, как правило, максимум 3 версии, а силы 4, 5 это максимально, которые, все остальное. Как же тогда они появились-то, 80-е? Они появились из-за того, что, смотрите, это, такую ситуацию создала власть тогда. Тогда, в 1959 году, прежде всего партийная власть. Замалчивая? Вот, да, замалчивая. И я больше скажу. Я прямо сразу отвечу на тот главный вопрос. Почему трагедия, которая вот 61 год, она и не раскрыто преступление, и, в общем-то, не установлено обстоятельства, которые способствовали смерти 9 человек? Отвечу. Властью, начиная с Москвы, с Никиты Сергеевича Хрущева, который был первым секретарем ЦК КПСС, и кончая 10 партийных ваших боссов, они сделали все, чтобы не расследовалось данное преступление. Что я имею в виду? Было укрыто от учета преступление. Порядкового номера нет, так называемым уголовным делом. Это просто, я считаю, накопительный пакет. По какому преступлению должно быть расследование, не указано постановление возбуждения уголовного дела. Хотя на бланке там прямо есть статья, а ее просто не указали. И фабула вот этого дела, также там она просто говорит о том, что обнаружили 9 человек там с смертельным сходом, еще бы дописали, что не надо расследовать, а просто они замерзли. Кстати говоря, вот эту версию, вот эту, навязывали родственникам. Но, вот я взял уголовный кодекс 1957 года, если нету, вот тут статьи уголовного кодекса, если не указана в том так называемом деле статья уголовного кодекса, вот он уголовный кодекс, значит это не уголовное дело. Поскольку уголовным преступлением считается то преступление, которое указано в одной статье, вот в данном случае, именно вот этого уголовного кодекса 1957 года, который действовал тогда. И здесь все прописано, также какое совершено преступление. Следовательно, я так понимаю, какая-то версия, вам кажется... Да, самая версия, вот... Наиболее вероятная. Я просто кратко остановлюсь, остальное здесь вот самые опытные, я считаю, люди, которые занимаются перевалом Дятлы, серьезно, они вот здесь рядом со мной, и спасибо, что не приехали. Версия такая, и мы обсуждали, что все-таки совершилась техногенная катастрофа с летательным аппаратом связанным. Мы не знаем, как летательный аппарат, что... И нам это не надо знать. Если бы было возбуждено уголовное дело, уже бы давно все это установили. Можно я продолжу? Пожалуйста. Вот смотрите, здесь, конечно, безусловно, имеет значение, вот, что здесь очевидец, свидетель того, который видел своими глазами. Это не просто, там, с рассказом кого-то, это, конечно, очень материалы... Проявлял фотографии даже эти... Нет, это материал очень должен для уголовного дела, и должен подробно допрошен, и так далее. Ничего не сделано. Теперь смотрите, я перехожу к юридическим вопросам. Юридические вопросы, которые решались в то время, я просто их знаю не понаслышке, потому что я в 1972 году поступил в высшие средства школы, это был Советский Союз, времена были почти одинаковые, партия руководила, все скрывали, связаны государственные тайны, и, безусловно... Теперь почему я скажу, что остальные версии, они даже не имеют места быть в данном случае. Объясняю. Укрыто от учета преступления. Вы представляете, что такое укрыто от учета? Порядку номера нету. Теперь не расследовалось, а делалась видимость расследования. Статья не указана, какое преступление. Там версии вы не найдете в этом накопительной папке, ничего. Когда я работал в Центральной Аппарате МВД, мы выезжали, редко находили такие дела. Сразу возбуждались уголовные дела, превышение должностных полномочий на тех, кто укрыл. Представляете, укрыли от учета. Вопрос. Когда следователь... Вот первый там прокурор Кимпалов, потом Каратаев, следователь, и третий прокурор-криминалист Иванов. Иванов, да. Когда они пошли на укрытие преступления. Я слово «они» говорю, потому что они были прокурор, следователь, прокурор-криминалист. Я следственную школу закончил. Они знали, что никакого преступления они не зарегистрировали. Они знали, что они проводят видимость расследования. Но это делали, потому что им сказали, так делайте. Они тоже виновны в том, что преступление не расследовалось. Не надо снимать с них вину. Почему? Разные люди бывают. Когда я работал в Центральной Аппаратной ВВД, там давали команды, а они не выполнялись. Вплоть до вольня не доходило. Но люди не шли на фальсификацию. В данном случае произошло. Они знали, что не расследовали, еще раз повторяю, что укрыто от учета. Тем не менее, вот проводили. А как должно быть? Вот опять этот кодекс. Должен быть возбужден. Там указано 136 статья Уголовного кодекса РСФСР 59-го года. Это умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих людей. Или особо мучительным для убитых. Вы считаете, что это статья? Конечно. Она как раз подходит к этому случаю. Почему? Почему? Способ особо опасный. Когда 9 человек накрыло, и все 9 погибли, мучились, умирали. Ничего не могли сделать, боролись за жизнь. Они даже у костра, которые двое находились. Почему? Они у костра не поддержали огонь. Потому что умерли. Понимаете? Не от перехлаждения. Умерли или убиты? Нет. Убиты не надо. Вот это, понимаете, убиты, это потом, когда расследование будет. Я поэтому и застываю. Они умерли. Почему? Угасала жизнь у них. Угасала. У них движения были уже не те. Все это было. Именно поэтому они в разных местах там были обнаружены. Будем мы сходить. Палатка была там, где она есть. Почему? Потому что у нас есть фотография, доказательства, где они ставили. Не надо выдумывать, что она была в другом месте. Нет. Она там. Мы должны сходить, что там было. И когда укрыто от учета преступление, то тогда, конечно, ничего не расследовать. Поэтому все остальные версии, они вообще тут близко не должны быть. Это категорично я утверждаю, что укрыто от учета, команда оттуда. Это уголовное преступление тех, кто укрывал от учета. Так значит, должно быть новое расследование? А вот правильно вы подошли к этому. И не надо наводить тень на плетень. А то, извините, уже там стали следователями и так далее. Те, которые, как говорится, не в зуб ногой. Есть такая, как говорится, поговорка, что беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печь сапожник. Я что вижу по телевидению везде? Там с Комсомольской, правда, допустим. Ну, они там проделали про меня. Вот главный редактор сидит, и он говорит, нет, эта версия не подходит. Нет, это не та версия. Это не то. Подождите, вы кто, начальник Следственного комитета, что ли? А это то, с чего мы начали. То есть, многолетнее вот это умалчивание, оно привело к тому, что это дело, эта трагедия обросла. Реально, смотри, когда возбудили уголовное дело, укрыли от учета, ее уже архив не примет беспорядку. Где она была? Примитивно, тупо, по-советски спрятали в один из сейфов, и оно было до 74-го года спрятано. И оно никакое не секретное. Нельзя засекретить, накопить на папку. Секретить только уголовные дела. Люди просто не знают, что это. Евгений Алексеевич, чем больше от людей скрывать, тем больше люди будут подумывать сами. А вот в 74-м году, давайте остановимся на этом, 74-й год, оно появилось всегда. Вот первый раз мы говорим, и Олег Николаевич насторожил, он поддерживает меня. Почему в 74-м году спрятали, а вдруг его, так сказать, показали, показали, причем публично. Почему? Идите, смотрите, наши версии, мы уже согласовали. А потому что начались вопросы, там Московское, Хельсинское совещание было. А что Советский Союз соблюдает или не соблюдает вот эти все договоренности? И, а вот вспомнили, видимо, те за рубежом, что было такое преступление. Они считали, что это укрыто, от учета погибли 9 туристов. Так вот, чтобы не было никаких сомнений, что было расследование, вот это дело появилось публично, не секретно никакое. Вот, мы расследовали, но мы прекратили его. Да, замерзли. Вот, вот почему в 74-м году оно появилось, потому что международное общество... Продемонстрировать как бы, да? Им продемонстрировать. Нет, мы расследовали, что вы, почему мы не укрыли это дело. А так бы, если бы это не было бы, то оно бы и так не появилось. Поэтому, сейчас мы прилагаем меры. Знаете, что... Давайте, у нас остается минут 5, чтобы мы резюмировали, что нужно сделать сейчас. Все, меры какие? Сейчас в нашу пользу, я считаю, изменился генеральный прокурор. Почему? Вы обратите внимание. Ведь прокурорам дали добро, отмашку, чтобы они проводили проверку. Ну, отмашку дают власти, что проведите проверку. То есть, они усомнились в том, что было законно приключено уголовное дело, и мы усомнились. Только мы считаем, это не уголовное дело, а те считают уголовное дело. Как при наличии уголовного дела вы его не возобновили, проводите? И они сейчас... Где эти прокуроры, которые должны были отчитаться? На горы они там лазили в августе, в конце года и так далее. А потому что сейчас мы подготовим письмо новому генеральному прокурору и скажем, вот это, которое считали ваши прокуроры уголовным делом, оно не уголовное дело. И все распишем там, что это просто накопительные документы, и как беспорядок. И тогда генеральный прокурор, который первый зам был Следственного комитета, он скажет, а как же так? Почему вы увидели вот Черноусов, значит, всех перечисленных, значит, Архипов, что это не уголовное дело, а юристы большой квалификации не увидели, что это не уголовное дело? И будут разбираться с этим. Не надо тень на пресенье наводить. Нет сомнений у вас, что будут разбираться с этим? Сомнений нет. Мы напишем генеральному прокурору, и он, чтобы ходатайствовал перед Следственным комитетом, перед Бастрыкиным, чтобы наконец-то было возбуждено уголовное дело. И я считаю, власти это наоборот плюсы будут, дивиденды будут. Ну, по какому отношению? Да потому что те укрывали все, а власть сегодня, значит, пошла на то, чтобы возбудить уголовное дело. Может быть, они там засекреть потом. Но мы проясним всю эту ситуацию. Не надо сейчас говорить о травмах каких. Когда начнется расследование, все это выяснится, что там произошло. И это сработало. По комментариям под моими видео, и не только под моими, после этого выступления начали появляться комментарии о том, что оригинальное дело – это не дело, а фуфло. Объединяю отзывы и не только комментарии. Данное выступление вызвало волну публикаций с этими тезисами разных блогеров, публицистов, исследователей. Понятно, что нужно продвигать летательный техноген любыми способами. Это главный интерес. И фонда памяти, который с треском кануло в небытие, этим же сегодня пытается заняться и новообразованием под такой же вывеской и теми же тезисами. Только это путь в никуда. Никакой сверхсекретной информации в главных архивах, касающихся данной трагедии, нет. Если бы такие материалы были, то описи фондов данных архивов не секретны, и с ними можно ознакомиться. Думаю, что многие публицисты за 30 лет делали запросы, а то и лично в этих архивах изучали описи дел за 1959 год. Уверен, будь хоть одна строчка в данных описях о гибели туристов в горах Урала, она сразу же явилась как сенсационная новость среди исследователей данной проблемы. Но ничего подобного нет и не будет по причине отсутствия подобных секретных материалов, существующих только в разговорах заинтересованных людей. А хранится данное дело теперь только в головах тех, кто поверил в него, взяв за основу тезис о том, что настоящее, оригинальное дело – это не дело, а так, черновик, накопительная папка без номера. Уточню, любое уголовное дело является накопительной папкой. В эту папку следователи собирают и накапливают в ней процессуальные документы, приобщенные документы, фото, кино и так далее. То есть единственно подлинные документы находятся в деле, отсканированные копии которого имеются в нашем распоряжении. Никаких других дел не существует. Информацию о подлинности дела подтвердил гражданин прокурор Курьяков. Это то, что я вам рассказал про решение о прекращении уголовного дела. Оно законное, оно не отменено, оно в настоящее время действует. И в этом решении о постановлении о прекращении уголовного дела есть многие юридически значимые вопросы, которые нам также помогут в постановке окончательных выводов. Дорогие друзья, как обычно, к концу месяца у меня складывается печальное финансовое затруднение, проще говоря, полное отсутствие денег и продуктов питания. Сегодня Антонио и Людмила помогли мне прикупить продуктов на три дня. Если бы они они, кроме чая и последней булки хлеба, у нас на сегодня ничего бы не было. В магазинах мне отказали взять продукты в долг. Антонио, Людмила, большое спасибо вам. Дорогие друзья, если у кого-то из вас имеется возможность оказать любую материальную помощь, я буду вам искренне благодарен. Спасибо всем за моральную поддержку, просмотры, лайки, комментарии. Большое всем спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok